О размещении нестационарных торговых объектов и улучшениях внешнего вида шла речь на Координационном совете по предпринимательству, который прошел накануне в ДК «Арктика». В обсуждении принимали участие представители администрации города и поселка искателей, бизнес-сообщества и другие заинтересованные лица. Каждый из нас хотя бы раз в жизни покупал продукты в небольших ларьках или автолавках по пути с работы и около дома. Такие нестационарные торговые объекты в шаговой доступности, безусловно, удобны для потребителей, но не всегда гармонично вписываются в окружающую нас среду. Ларьки и автолавки смотрятся разношерстными, но в будущем должны быть выдержаны в едином стиле, в каком именно предстоит решить в том числе и бизнес-сообществу. Работать над этим надо, поэтому в связи с тем, что полномочия по земле, по строительству, по архитектуре и по поддержке предпринимательства, в частности, нестационарная торговля, находятся в разных руках, поэтому только совместными усилиями, с вашей помощью, потому что без оценки регулирующего воздействия и вашего мнения по каждому принимаемому решению либо документу, нам, конечно, не обретись. С тем, что нестационарные торговые объекты давно пора привести к единому виду согласия на представитель от администрации поселка искателей. Необходимо, чтобы не портило город, разработать определенный эскиз, и я думаю, что лучше всего, если это будут павильоны, потому что зимой, особенно в нашем климате, когда человек зайдет в павильон и может спокойно выбрать любой товар, поэтому, да, не замерзая. По словам Елены Сочневой, переход на новый формат нестационарных объектов и установление требований к ним должен быть поэтапным. При переходе на новый, скажем так, формат этих нестационарных объектов и установлении к ним требований, разумеется, будет предоставлен какой-то переходный период. Прекрасно понимаем, что павильон установить это не 100, не 200, не 300 и не 500 тысяч даже стоит, тем более, если мы хотим, чтобы он служил украшением города и привлекал к себе внимание чисто эстетически, и, скажем так, тех же самых покупателей, которыми мы тоже с вами все являемся. Типовые решения мы сейчас включаем, разработаем, тем, чтобы было как-то вот единое, единое, единобразие, даже нестационарных торговых объектов, чтобы все было красиво. В рамках Координационного совета уполномоченный по правам предпринимателей в НАУ обратил внимание представителя поселковой администрации на то, что стоимость аренды в поселке искателей выше, чем в городе. В городе стоимость 15 квадратных метров земли под нестационарный торговый объект составляет в годовом вычислении 71,171 рублей, это максимальная цена. В искателях тоже в центре, в самом месте, где такой высокий коэффициент 76,907 тысяч рублей. В кафе, в городе, опять же, 27,273 рублей за 15 квадратных метров, а на факеле в поселке 57,680. По словам Германа Сопочкина, поселковой администрации необходимо пересмотреть методику расчета и привести ее в соответствие с городом. Добавлю, что в настоящее время в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города включено 45 мест по 25 адресам. Еще три земельных участка на 17 мест находятся на территории поселка искателей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.